Добрый вечер на седьмом канале и у нас сегодня гости это Александр Остапенко, представитель Народного фронта ЗМИН, депутат Горсовета и кандидат Народные депутаты и Олег Марков, тоже кандидат Народные депутаты и депутат Одесского городского совета. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вы баллотируемся по 101 округе, 133 избирательный округ, Киевский район, известный уже и вам, в общем-то, и вам. Какие у вас вообще программы и какие по-вашему перспективы на выборах? Я предоставляю слово по старшинству. В 2012 году у вас было 14,3 по-моему результаты, достаточно высоких, да? Да, у меня было третье место. Безусловно, если говорить о целях, я считаю, нормальная для мужчины цель, который начал соревнования, это победить. Я думаю, такая цель у Олега Маркова. И в этом нет ничего удивительного, иначе просто не имеет смысла весь процесс. То есть просто поучаствовать, я думаю, никого, никого, никого. Хотя у нас на округе есть и такие, да. Безусловно. Есть у вас технические кандидаты на округе. Безусловно, конечно. Много? Да, и я знаю 23 только одного кандидата, который просто всеми силами пытается и всеми локтями пытается пробраться в Верховный Союз. Это Матвичука вы имеете в виду, насколько я понимаю? Скорее всего, да. Об этом нетрудно догадаться. Я знаю такие предположения. Я знаю точно, например, что Матвичука. Вот видите, у моего коллеги предположения, у меня точная информация, что Матвичука. Да. Ну так оно и есть. Это не секрет. Я уже неоднократно говорил даже в этой студии о том, что такие технические кандидаты есть. Это определенные предвыборные технологии. Действительно, 133 округ, как, впрочем, и 135 приморский, да, это наиболее такие, скажем, лидеры Украины по количеству кандидатов и по нокау страстей, как мне кажется. Если давать общую характеристику, я думаю, что те люди, которые традиционно относят себя вот к тому лагерю, который когда-то возглавлял бывший президент нашей страны, да, они изначально заточены именно на вот такие технологии, на фальсификацию. На подкуп избирателей. И поэтому нам, одесситам, надо всем понимать, что тот, кто сегодня тебе дал кулёк с гречкой, завтра тебе будет, и завтра, и ещё пять лет вперёд, будет грабить тебя. И в конечном итоге накопить на ещё один кулёк для того, чтобы остаться в Верховной Раде. Я понимаю, что речь идёт опять-таки о Матвичуке Юлия Пресновом, который вызвавлял. Нет, там не только Матвичук такого плана. Там есть и другие кандидаты, которые заточены именно на это. И тот же Вадим Чёрный и тот же… Вадим Чёрный подкупает своих избирателей? Ну, в прошлый раз он раздавал гематоген. Вы знаете, в прошлый раз было больше целесообразности входить в Верховную Раду, поэтому он мог раздавать гематоген. Сегодня он понимает безальтернативность, наверное, этих выборов. Поэтому, я думаю, он ничем не подкупает, потому что просто нечем. Ну, если бы была такая возможность, я думаю, он бы не поврязгал ничем. Продолжаем. Да, продолжаем. Поэтому я прогнозирую такую достаточно конкурентную и не очень честную борьбу. В перечне кандидатов, которые реально могут претендовать на место Верховной Ради, ну, наверное, там 6-7 человек, которые действительно показывают относительные рейтинги, которые позволяют нам делать какие-то прогнозы. Все остальное это, извините, все остальное именно в этой категории, в среднем лице, потому что они не имеют своей индивидуальности, и они, понятное дело, работают на определенных людей. Что касается моей программы, если уж... Так сжатое, непонятно, да. У меня 5 блоков. И первый блок, это касается, презентовано еще в 2012 году, вот еще в тех выборах на международной конференции, программы «Одесса-Моская-Старец» или «Первый национальный проект развития морского флота Украины». Я лично абсолютно убежден, что Одесса имеет наивысший потенциал развития именно в развитии транспортной инфраструктуры, именно в транзитности своей, как город. И там есть все, и возобновление флота нашего украинского и одесского, да, и как это сделать, как начать строить суда, как начать их ремонтировать, как получить рабочие места и в конечном итоге социальную сферу. Безусловно, это дало бы такой импульс развития не только Одессы, но и всем регионам. Второй блок программы касается, прежде всего, предпринимательства и малого и среднего бизнеса. Одесса всегда была городом свободных людей, которые своим умом, знаниями, умениями, навыками, своей находчивостью и расторопностью, да, могли себе заработать на кусок хлеба, еще и накормить соседа и дать ему работу. Поэтому я считаю, что нашим людям не надо мешать, правда, мы обменивались с Олегом такими вот мнениями, а надо дать просто возможности, они сами себя накормят. Не надо забота о государстве и не надо... Просто не мешайте. Просто не мешайте и дайте возможности. Дайте возможности. И я уверен, что как раз одесситы в этом плане впереди планеты всей, но точно впереди всех регионов Украины. Третий блок, это безусловно, я 30 лет военный, прослужил в вооруженных силах и чувствую себя военным, несмотря на то, что 8 лет уже не отношу себя к категории военных. Я считаю, что сегодня, как никогда, важна обороноспособность страны. Я, как военный ученый, знаю, в каком она ныне состоянии и что надо изменить. Ну, все в стране есть. Я абсолютно четко понимаю, что тот солдат и тот офицер, который сейчас социально ущемлен абсолютно, не может с чистой душой и с совестью ложить голову за государство Украины, если это государство не обеспечило ни его, ни его семью, ни его детей. И он вообще не имеет перспективы. Я считаю, что эту ситуацию надо срочным образом исправлять. И тогда у нас будет совершенно отношение другое и к армии, и вообще к обороноспособности страны. Это третий блок. Четвертый блок. Я понимаю, что Одесса – это город еще и творчества. Я считаю, что Одесса – это культурная столица. И никогда не соглашусь, если будут говорить, что это только Львов. Я убежден, что вот тот сплав национальности, а у нас здесь 130-ти, и ни в одном городе нет такого количества улиц этнических по определению. Я считаю, что вот эту уникальную одесскую культуру надо сохранить. Одесса должна стать городом поэтов, художников, музыкантов, я не знаю, любого творчества. И это надо развивать, и тоже надо давать все возможности. И пятый блок. И пятый блок – это касается прежде всего того, чего больше всего болит. Это городская инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство. Я считаю, что надо уйти от этого закостанело-советского устаревшего принципа, когда у нас сонмище различных ЖКСов, которые просто проедают те деньги, которые люди туда в качестве платы за пользование жильем отправляют. Я считаю, что любой домовой комитет, любой председатель дома, выбранный на общем собрании дома, имея в перечне вот таких предпринимателей-одесситов, которые могут все и точить, и кран вкрутить, и все такое, на конкурсной основе может обеспечить свой дом в лучшем виде. И к этому пути надо идти. Ну вот, если говорить очень коротко, то это вот такие вот пять основных направлений. Спасибо, Олег Анатольевич. Дело в том, что если мы сейчас будем каждый рассказывать свою предвыборную программу, то у нас просто передачи не хватит, 25 минут очень маленький, короткий период времени. Все то, что сказал мой коллега, все действительно так, и все правильно. Но одно из самых главных, то, как можно это реализовать, это первое недопущение вот тех людей, которые были в том созыве, вот одно из первых, например, законопроектов, которые бы мне хотелось бы, да, если... То есть разрушить коррупционно-откартную систему хозяйства. Ну, потому что, понимаете, все те люди, которые, например, были в том Верховном Совете, я считаю, что они не имеют на сегодняшний день никакого морального права, и если они действительно любят свою страну, чуть относятся с уважением к своим... ну, к людям, к своей родине, они просто должны просто уйти в сторонку и дать другим людям, может, у них получится это лучшее. Скорее всего, получится лучшее. Ну, вот в этом же режиме было огромное количество... Вы сейчас говорите о людях среднего звена, а чиновников среднего звена или руководящих? Нет, безусловно, конечно, руководящих. Ну, руководящих в том числе, понимаете, руководящих в том числе. Опять же, я так понимаю, наш, вот, насколько мне сегодня сказали, не знаю, насколько точно, вот наш, там, оппонент, можно сказать, Матвейчук, он тоже, в общем-то, попадает под иллюстрационный вот этот закон, но в каком плане? Он попадает, по-моему, по третью категорию о том, что он должен пройти иллюстрационную комиссию или комитет какой-то, потому что я там чуть, ну, сейчас надо более детально изучить, который он, по идее, пройти не должен. С народным бюджетом в Одессе, по-моему, никак не должен. Да. В Одессе в области. То есть, я не знаю, как он это собирается делать вообще, и как он... Я все его пытаюсь где-то поймать на округе, да, чтобы вот, ну, с ним поговорить, там, увидеться хотя бы, ну, не знаю, может быть, там, 0,2 вызвать его увидеть, да, чтобы... Он небожитель. Да, но его найти очень сложно, его только видишь на этих бигбордах, которые, вы знаете, даже люди, захотев себя предложить, просто не то, что рекламировать себя, пиарить, а донести какую-то информацию, да, пускай даже какой-то молодой, неважно, какой там человек, который себя... Он, ну, готов предложить избирателю, он не имеет такой возможности сегодня, потому что, ну, вы видите, да, во-первых, какое количество денег, например, того же Матвичука, там, у Крука, у... Вот, опять же, наш коллега, я так понимаю, мы должны были в формате встретиться все-таки четверых, да, тут? Да, здесь еще должен был быть Дмитрий Спивак. Вот, опять же, тоже большой вопрос к нашему коллеге-депутату Дмитрию Спиваку. То есть, я не понимаю... У тебя какая Олимпия Юг имеется в компании? Да, Олимпия Юг, это, господи, это не самое страшное, что там может быть. Там, на самом деле, с 2006 года, он, ну, во-первых, он представлял партию Валерия Коновлюка, и эти гибко, это трудовая Украина. Потом, в 2010 году, Дима стал руководителем Батькивщины. И со всех экранов кричал, какая Юлия Владимировна замечательный человек, и насколько она, ну, незаменимый руководитель. Через какое-то время он уже примкнул к полицовету Украина вперед Натальей Королевской. Входил в полицовет ее. Сегодня Дима, он уже у Петра Порошенко. То есть, он когда-то, вы знаете, хорошую вещь сказал, покойники и идиоты не меняют своих взглядов. Ну, я бы его перефразировал, не я бы, а Карл Маркс, который сказал, безнравственно не менять своих убеждений. Но я бы сказал даже по-другому. Безнравственно так часто менять свои убеждения, понимаете? Ну, опять же, партия власти, вот смотрите, что сегодня, как я уже говорил, вчера был я на одном эфире, и говорил, они как нарочно подыгрывают вот такому же, как Матвейчук, выставляя такого слабого ему конкурента от партии власти. Все равно какую-то часть на себя оттягивает имя. Да, сегодня все-таки. И адмен ресурс, как ни крути, и Порошенко, да, то есть, это уже какой-то электорат. То есть, и выставляют на округ такого, как Дима Спивак, который, ну, вот, мой коллега не даст соврать, у него есть соцопросы, у меня какие-то есть соцопросы, на которые мы опираемся. У него там, ну, очень непроходной барьер, даже если нас не было все вместе взятых. Именно поэтому Матвейчук поменял округ, на котором он баллотируется? Ну, не совсем, я думаю. Там другая интрига, там просто, ну, вечный претендент на 140-й округ Давид Жвани, ну, известно, тоже, тоже примерно известный своим Микри, и он просто второй раз выдавливает Матвейчука с округа. И Матвейчук 140-й округ просто засеял гречкой, там, подарками и бигбордами. И потом, как ходят слухи, даже не рассчитался за некоторые конструкции. А вот интересно, а вот интересно такое вопрос задать. Вот если бы задать бы, вот ему, как кандидату, как, не знаю, а где он берет деньги на это все? Я думаю, из того же самого народного бюджета. Вот, например, вы же можете сказать, дева, откуда вы взяли деньги для того, чтобы... Да, могу. Да, и я могу сказать, например, я ни одного бигборда не повесил. Я не брал ни одной копейки для того, чтобы... Я сказал, я лучше проведу, если выиграю, проведу 20 ярмарок, которые я проводил в Киевском районе, да, ну, я как делал, брал, там, например, покупал продукты, ну, оптом закупал, гасил 50% со своего кармана, 50%, ну, человек нуждающийся, он никогда не станет в очереди, не будет стоять. А тем, кому это надо, они запасали себе на займу крупой, мясом, колбасами, гречкой, всем, чем нужно. И это такая локальная, я понимаю, что это не панацея, но это такая локальная помощь тем людям, которые сегодня наиболее нуждаются, на которые... Ну, знаете, у нас есть, как мне кажется, продолжая несколько вот такую мысль Олега, у нас есть тотальная проблема между быть и казаться. Вот быть политиком и казаться политиком, быть патриотом и казаться патриотом, да. Вот. Делать и делать вид, что ты делаешь. Иметь принципы их не иметь, но делать вид, что ты их имеешь, да. И очень ярко это проявляется вообще не только в Одессе, но и вообще по Одесской области, да. Потому что те люди, которые еще совсем недавно кричали там, Янукович бог, слава Януковичу, и он наш там кормчий рукой указывает, куда идут, и все топали за ним, да. Те, которые голосовали, к слову говоря, я отдаю должное, Олег, не голосовал в городском совете за обращение к Януковичу о введении чрезвычайного положения. Да, я помню это голосование. Да, так вот, те люди, которые это делали, теперь воткнули вот эти вот флажочки там в разные места. Себе. Себе, да. И начали качать слова Украине. Понимаете, это, ну, как мне кажется, это неискренне, по крайней мере, да. Ну, нечестно. Аморально. Да, и аморально. Слушайте, ну, мне кажется, что в общем-то сейчас просто есть такой запрос на совершенно свежих новых политиков. У нас буквально там несколько дней назад в студии был там Мастафан Айенович с двумя своими коллегами-журналистами, которые идут, кстати, тоже в списках Порошенко, блога Порошенко, но они вот, мне кажется, представители таких вот новых политиков, да. Но много мы таких не наберем. Вот где брать нормальных политиков? Да вы смотрите, вот я... Не правда это. Украинская земля, украинская земля, да любая земля, да, не только украинская, она чрезвычайно богата на талантливых людей. Просто те, кто действительно талантлив и кто обладает и знаниями, и умениями, он никогда не будет бегать и кричать, что я самый лучший, да. Их можно искать, их знают люди, точно знают, кто пользуется авторитетом, кто делает все честно и много, да. Просто это люди не того склада, который бы там позволял им как-то там кричать о том, какой я там исключительный. А такие люди есть, не верьте в то, что таких людей нет. И они в Одессе есть. Вы знаете, Антон, тем более, вот если честно, мое мнение, если президент сегодня опирается на таких якобы политиков молодых или каких-то не запятнавшихся себя, как вот доверенное лицо Дима Спивак или Алексей Гончаренко, да, мое личное мнение, что на таком велосипеде он далеко не уедет. Это мое личное мнение, потому что молодой политик, это не всегда не запятнанный политик. Безусловно, безусловно. Я говорил совершенно о других людях. Я говорил о том... Да, просто новое поколение, которое по-другому мыслит, которое по-другому воспринимает и уже... А с акулами что делать? Вот как, допустим, Мадилат Матвеичук, да, это такая акула. Это должен быть, это на уровне государства, они должны, не знаю, подпилить тот сук, на котором сидят. Просто запретить и идти во власть. Просто. Это должен быть на уровне закона. Это сделано, в принципе, совсем недавно. Вчера президент подписал, еще не публиковали закон о увеличении власти. Посмотрим, как он будет работать. Опять же, посмотрим, как он будет работать. Мы понимаем все, что есть закон и есть славная украинская традиция, его не исполнять. Но он касается только чиновников. Он касается не только чиновников. Ну, в принципе, да, в основном чиновников. А как же законодатели? А с другой стороны, если говорить, если уж принципиально подходить к позиции, да, то депутат Верховного Совета, это чиновник первого ранга. Он государственный служащий, он получает от государства заратную плату, в отличие от нас с Олегом, депутатов городского совета. И, безусловно, он должен попадать под все эти законы иллюстрации. Я считаю, что в этом плане надо вносить и поправки, и говорить. Там заложена другая логика. К сожалению, наше общество, наверное, еще не готово, и наши люди не готовы. Потому что вот 23 года их марганализировали, устраняли от власти, а теперь они должны с чистой совестью и как бы с осознанием дела, по логике закона выбрать тех людей, которые не запятнали себя. Но мы знаем, что вполне возможно покупать за гречку, и люди голосуют за гречку, за деньги. И не думая о том, что там сегодня он получил 100 рублей, и эти 100 рублей завтра закончатся, аж как дальше жить? Но беда ведь в другом. Беда ведь в другом. Беда даже не в технологиях, не в том, что, говорит Макарея, беда в другом, что люди, вот у нас люди так привыкли, вот они увидели бигборды, и они завтра, я не исключаю, я надеюсь, что им здравый смысл не даст этого сделать, завтра, может быть, пойдут и отдадут свой голос, например, за Матвейчука. Я не исключаю такого. Но если такое произойдет, вот я хочу, чтобы вы слышали, чтобы они потом не обижались на то, что будет происходить дальше. Вот просто не обижались. Потому что они должны просто взять, прийти хоть раз. Я понимаю, что они там разочарованы, разуверены, но кроме них это раз в три года это сделать, это не так-то сложно. Прийти просто, отдать свой голос. Я не говорю за меня. Отдайте, кто вам по убеждениям наиболее близок. Но не за этих людей, которые уже себя показали, которые пишут, что сделано много, сделают еще больше. Они уже сделали много, действительно. Это правда. Они пишут правду, сделано много. А сделают еще больше. И это правда. Они сделают еще больше. Мы все видим, что они сделали. Да, я когда-то писал депутатский запрос в администрацию областную, когда Эдуард Матвейчук был председателем государственной администрации, не хотел, не хочу говорить губернатором. И просил указать 7652 доброе дело, на что не получил никакого ответа. Видно, в добрых делах просто была такая путаница, что... 8000 добрых дел. Ну это просто какое-то... Называется, пиши, что хочу, да? Вы понимаете? Вот там где-то заасфальтировали дорогу, он выходит и говорит, вот это сделал я. Господи, да ты же губернатор, ты обязан делать. Мало того, что ты украл 99% с этих бюджетных дней, а вот тот процент, который ты потратил целево, ты еще и ходишь и пиаришься. Да ты обязан это делать. Ты обязан. Твоя работа, в конце концов, тебе за это деньги платят. Ну вот у нас люди такие. Я вот сказал, я как говорил, говорю и буду говорить. Не смотрите, кто правит, смотрите, кем правит. У меня такой вопрос. Существует мнение такое, что все, условно говоря, толковые менеджеры, специалисты, которые каким-то образом реализовали себя на сегодняшний день в украинском обществе, они так или иначе уже все равно завязаны или запятнены с коррупционно-откатной системой. И только люди, которые слабые в управлении и так далее, они никаким образом не связаны с этим. Так ли это? Если это так, то где взять, ну еще раз говорю, где взять этих чиновников, которые будут хорошо исполнять свои функции и при этом будут не брать взяток? А если это не так, то кто так? Вы знаете, мне чрезвычайно нравятся слова Гавелла, который сказал лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Мы 23 года саботажа уже пережили. Ничего хорошего от этого нет. Поэтому даже если мы будем молодых людей брать, патриотично настроенных, патриотов Украины, патриотов своего города, но которые не будут обладать каким-то там огромным менеджерским опытом, я думаю, что от этого будет только лучше. Согласен. То есть будем пробовать людей, которые... Конечно. Вы знаете, ведь все было заточено на самом деле до этого. Вот полностью все заточены, любой чиновник, чтобы придумать какую-то схему для обворовывания бюджетных средств. Ну, кражи бюджетных средств. Они не только знают процесс, но и знают, как законы обойти. То есть кто умнее и кто на самом деле считался хорошим менеджером, тот, кто более правильную схему такую придумает. Вы понимаете, да? То есть не для того, чтобы там что-то как-то, ну не знаю, ну хоть чуть-чуть что-то сдвинуть, да? Хоть как-то. Ведь можно же на самом деле и зарабатывать, и людям, чтобы было. Но весь мир как-то живет. Да. У нас почти заканчивается эфир. Хочу задать вам один вопрос. Хотелось бы, чтобы вы по очереди ответили на него. Очень часто так бывает. Ну, по крайней мере, мы часто это наблюдали. У нас шесть было парламентских выборов уже за историю независимой Украины. Что город избирал народных депутатов от Одессы. Они выезжали в Киев и перемещались в такую космическую сферу. Все. Больше их Одесса не интересовала. Они уже занимались чем-то другим, там, вопросами, которые, а Одесса что там? Ну, живите там. Вот не получится ли там с вами и с вами такое? Нет, смотрите, вот именно поэтому, да, совершенно необходим закон об отзыве депутатов. Вот о всех депутатах, не только мажоритарщиков, вот как мы сегодня идем, выбираемся по мажоритарной системе, а вообще всех. Не оправдал, не смог, освободи кресло. И это должна быть простая процедура. И тогда никто себе не посмеет вдруг не замечать народ. Обязательно это надо. И тогда такого никогда не будет. Просто никогда не будет. Небожителей в Украине не должно быть. Все равны перед законом. И даже народные депутаты. Именно поэтому я видел в программе Олега и с удовольствием и сам за это бы проголосовал за отмену неприкосновенности, за то, чтобы наша украинская система власти не рожала вот этих небожителей. Ну, отменят неприкосновенность и моментально это будет механизм давления. А вы знаете, скажите, пожалуйста, какая неприкосновенность была, например, у народного депутата, как ни крути, у народного депутата, например, Игоря Маркова? Какая неприкосновенность у Шуфрича была пару дней назад? Какая неприкосновенность? Ведь это же махновщина. Мы же понимаем, что это махновщина. То, о чем я, кстати, помните, на предыдущей сессии я дал запросы о том, чтобы дали какую-то численность этих формирований, кто кому не подчиняется, ну, то есть эти, ну, все эти, ну, называют себя подреволюционными идеями, прячут свои экономические просто, ну, заинтересованности. То есть, ну, наемники, которые исполняют там заказы тех или иных людей, политиков, чиновников, приходя их, люстрируя, то есть это они определяют. Вот того надо засунуть в мусорный бак, того не надо. То есть, кто определяет, то есть, что надо было Шуфрича засунуть, а Матвейчук там, например, или еще множество таких же ходят совершенно спокойно. Я аж, как говорил, может, Матвейчук более щедрый, понимаете, что он не в баке еще. Ну, опять же, это все должно быть либо на государственном, это должно быть по вертикали государственной, да, то есть любые наказания такого рода. Но это не должна быть махновщина, просто по которой люди выходят, потому что он неприятно, лицо неприятное, или что-то сказал не то, или просто пришли его, заказали, да, и его там засовывают в бак. То есть, все-таки начательного силового структуры, да? Вы знаете, я могу добавить в этом плане. Я вот своим там соратникам по Майдану, вот, я им написал, что мы же там в конечном итоге стояли за революцию достоинства, правда? А революция достоинства — это когда все достойны, да, и когда никто себе не позволяет. Помните там знаменитые слова, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть, мы не должны скатываться в это, вот, мы должны действовать исключительно в правовом поле, в демократическом государстве, где каждый имеет право на свое мнение и на свою позицию. И тогда будет правильно. Я понимаю, там все эти, ну, знаете, там, правда народ довели, некоторые, ну, просто не видят другого механизма, как засунуть человека в бак. Но это не выход, да. Это прецедент, к сожалению. Это не выход, это прецедент, потому что этим же могут воспользоваться, может быть, и с благими намерениями что-то сделается раз, но еще 10 раз это сделается совершенно с другими намерениями. Понимаете, в чем дело? Я не говорю, что это там, ну, неправильно или так не должно быть. Действительно правильно, говорит мой коллега, люди отчаянные, люди доведенные, они понимают, что, ну, вот, как еще достучаться до них, если не понимают. Мы же все видим, да, что сегодня вроде бы все что-то поменялось, но не поменялось же ничего, ровным счетом. Вы согласны с этим? Абсолютно. Ни одна схема коррупционная не поменялась, ничего. По большому счету все умножилось на полтора, и где можно, там не зарабатывают. Поэтому люди, видя безысходность этого, вынуждены действовать вот таким вот способом. Но это, я еще раз говорю, это неправильно, это развязывает лишь руки для дестабилизации ситуации, и это дает возможность всем другим маргинальным силам, да, которые не видят другого способа для зарабатывания денег, зарабатывать деньги именно таким образом. К сожалению, это так, и вы абсолютно правы по поводу того, что на сегодняшний день одни люди имеют право на свое мнение, а другим, когда они его сказывают, рот, к сожалению, закрывают. Мы очень надеемся, что это изменится, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Все в наших руках. Да, все в наших руках. В эфире у нас был Александр Ростапенко, кандидат в народные депутаты Украины, и Олег Марков, депутат Горсовета, кандидат в народные депутаты Украины. Спасибо. Спасибо.